привет всем хочу подытожить историю которая к сожалению состоялась на моем канале под двумя по моему роликами может под большим количеством я уже почистил все следы сожалею мне жаль что люди видели то что там происходило обычная такого на канале не допускаю и этот эксперимент показал что делаю я правильно то есть на будущее я таких пожалуй больше экспериментов делать не буду но все же хочу извлечь некоторые уроки и собрать и того сначала анекдот для вступления вы все его знаете все слышали я расскажу в том варианте в котором я его запомнил человек на приеме у специалиста врач показывает человеку лист бумаги на котором черный квадрат спрашивает пациента что это такое пациент говорит это кровать на которой занимаются сексом врач достает другой из бумаги там белый из бумаги с треугольником показывает пациенту говорит что это такое пациент говорит это крыша дома в котором стоит кровать на которой занимаются сексом врач достает третий лист бумаги там белый лист с черным кружком показывает пациенту говорит что это такое пациент с таким подозрением из-под лобби смотрит на доктор и говорит доктор откуда у вас такие картинки это смешное изложение одной из методик которые реально применяется в диагностике в психодиагностике в деятельности и психотерапевтов и психиатров в анекдоте излагается нечто среднее между проективной методикой и методикой свободных ассоциаций метод свободных ассоциаций чаще всего конечно это применяется либо к детям либо к людям у которых ну вообще с рефлексией не очень хорошо то есть не слишком сложной психической организации я далее буду использовать скриншоты которые я оставил на память но чтобы не делать это сказать кейсом против конкретного человека который мне в общем-то не особо интересен я сотру все имена пусть это останется сказать на просторах интернета оставлю только сам текст который человек писал и покажу на этих скриншотах как этот анекдот играет в реальной жизни к сожалению он часто сбывается и должен заметить вот конкретно на ютюбе почему-то у меня там мало забаненных людей там буквально два или три человека в жж таких людей наверное ну не знаю уже десятка три-четыре из них половина входит в топ жж то есть это явление очень распространено причем часто этим страдают люди которые якобы сами ну по крайней мере якобы являются сами то ли там психологами то ли психотерапевтами я по моему среди забаненных в жж есть персонаж который был по моему одним из модераторов сообщества ру психолог он тоже общался вот в таком же стиле как он сейчас покажу вот ладно это было давно вот первая фраза который человек себя обозначил таской как он заявил о том кто он как он думает что он мыслит это был комментарий к одному из роликов одному из свежих роликов которые я с сыном записал в принципе весь опыт подсказывает что когда человек такое пишет разговаривать с ним в общем то бесполезно потому что это будет непробиваемо и вполне возможно я не буду в отличие от персонажа он там потом тут диагнозы ставил дальше и пытался какую-то терминологию использовать из из медицины я не возьмусь ставить диагноз скажу так что ну видно что что-то у человека не то но что именно не то это не не один серьезный врач не будет ставить диагнозы там не по юзерпиком там да не по юзернеймом сейчас кому интересно вот сюда брошу угол ссылку существует в интернете одна из редких записей сам ричард гарднер дает показания в суде то есть его вызвали на участие в суде по значит разделу детей там где идет обвинение спас и человек который его вызвал видимо хотел чтобы врач таскать автоматически выступил его пользу и удивительным образом будучи ну действительно профессионалом да и врачом а не каким-то там шарлатаном или гадалкой когда гарднер заканчивает свое вступление рассказ заканчивает рассказать кто он в чем его деятельность какие книги он написал в чем состоит вообще в целом теория там пас какие насчитываются симптомы после этого когда ему задают вопрос там про конкретного ребенка он четко говорит я ребенка не видел и диагноза стоит не могу так что я ничего не скажу по поводу этого ребенка его еще несколько раз пытаются спросить там адвокат пытается в свою сторону его мнение применить и гарднер снова повторяет я не видел у меня не было сессии с ребенком и с родителем какие то обычно делаю в случае оценок поэтому я ничего вам не скажу вот это поведение врача настоящего так что я тем более не буду ставить диагнозы но какая-то патология все-таки здесь проглядывает любому человеку более менее будет понятно что что-то с личностью не то и на будущее самым правильным конечно является встречаешь такой комментарий не нужно отвечать людям нужно их банить сразу и удалять комментарии потому что это все равно ни к чему не приведет я сейчас покажу конкретный кейс чем кончилось то есть как я потратил время прошло примерно ну порядка суток от начала когда это общение началось я пытался что-то найти хоть за что-то зацепиться в человеке думал может быть даже действительно получится с ним какой-то пусть скандальную там пусть на повышенных тонах но сделать какую-то беседу не знаю осмысленную и забегая вперед нет беседу вести не получилось осмысленного диалога нет человек придерживается одновременно придерживается двух а то и над местами трех совершенно несовместимых трактовок то есть они никак не могут сосуществовать вместе то есть либо 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 вот это тоже наводит на один известный диагноз принципе вот но без дополнительной диагностики сделать нельзя кстати я потратил время посмотрел ради интереса существует ли исследования научные о взаимосвязи между нецензурной речью грубым выражением и отклонениями личностными и в общем диагнозом это не является корреляция существует существует тяжелый случай когда это сильно проявляется например определенные варианты синдромов турита про это есть смешная версия в южного парка но в целом мало что можно сказать как бы кроме общего то сказать какой-то невоспитанности да там и неумение поддерживать цивилизованную беседу само по себе это ни о чем не говорит это может являться фактором при каком-то другом более серьезном состоянии пограничное расстройство биполярное расстройство возможно при нарциссическом расстройстве но все это требует диагностики профессионалами так что это это не по моей части этого делать не буду возвращаясь к анекдоту который рассказал более менее гарантированно можно утверждать что когда человек не имеет никакой информации то есть вот ему дают буквально информацию в размере листа бумаги с квадратиком в моем случае до информация была даже более конкретная то есть видео с двумя участниками здоровому человеку должно более-менее понятно там например он должен уметь различить там актеров от не актеров вообще конечно с другой стороны люди же смотрят всякие там пусть говорят хотя про них неоднократно и сообщалось что это постановочные сцены так что не знаю может быть этот тезис спорный ладно но человек в этой картинке видит что-то совсем свое вот совсем свое здесь же случай когда явно нарисовано что-то типа вот ну там квадрат или круг но человек излагает совершенно свою пусть совершенно рассоединенную несогласованную но у него собственная история вопрос что он излагает и ответ к сожалению что с вероятностью 99 процентов он излагает собственный внутренний мир это то что называется проекцией то есть когда человек ничего доподлинно о вас не зная или о чем угодно не зная излагает железное совершенно объяснение как что и почему включая мотивацию вы можете не сомневаться он излагает свою мотивацию особенно если он не профессиональный например психотерапевт или там психиатр у которого мог быть опыт такой хотя бы видел аналогичные случаи то есть человек излагает собственные больные места причем списком сразу сейчас на так сказать собранном скриншоте я прям обведу выделю места и так как проговорю про них конечно тем более поскольку я уже такой раньше встречал я сразу заподозрил ну какую-то дисфункциональную личность дал который есть проблемы в прошлом есть больные места и эту боль он пришел высказать вот туда где клякса рошаха показалось ему чем-то таким резонирующим если буквально читать все что человек пишет как отнесенный к нему самому то вот о чем человек сообщает в первой же фразе первой фразе он сообщает что скорее всего он имел дело с с вмешательством психиатра или кого-то похожего то есть человек видимо даже принимал препараты и ну сам большой вероятность конечно это были антидепрессанты хотя могло бы все что угодно у человека интересная смесь внутренней мотивации то есть как он понимает почему люди делают то что они делают во первых финансовая да то есть что человеку важны деньги и он делает что-то на основе денег со стороны женщины а у меня есть масса причин допускать я потом расскажу почему что все-таки это писала именно женщина не кто-то ну как минимум странно видеть обвинение в финансовой мотивации то есть слишком сильная проекция здесь у человека явные фантазии или опыт гомосексуальных отношений не буду гадать что конкретно у этого человека было в прошлом судя по тем данным которые мне удалось накопать когда я уже начал так сказать проверять свои догадки у человека никогда не было детей и он никогда не состоял в браке и не состоит в отношениях я так понимаю что этими фразами обвинениями других людей в этом в голубизне и так далее человек сообщает о собственных нереализованных или реализованных фантазиях возможно на них мечтал но реализовать получилось плохо или там фантазия не совпала с реальностью но опять же сообщает он о себе далее актерство упоминание неоднократное актерство причем дешевого актерства я думаю не будет слишком натянутым утверждать что у человека был опыт какого-то задействования вот в этой актерской среде театральной и видим опыт не слишком удачные потому что человек не стал каким-то там великим актером там или звездой даже нашего поганого телевидения ну кроме прочего еще и человек не разбирается в актерстве да что такое актерство хорошее плохое как минимум два человека на земле знают это доподлинно не будучи при этом психиатрами просто потому что мы знаем как на самом деле обстоял дело сын тоже сначала попытался там переписываться как ну допуская что человек разумный и можно с ним о чем-то говорить но в общем быстро понял что нет не тот случай детская тема для человека больная и судя по всему детей у нее никогда не было ну есть конечно шанс что он их потерял но я думаю если бы она их потеряла то не вела бы она себя так и не писала бы так думаю человек видимо хотел но у него не получилось причем не получилось вот примерно по истории которую картман рассказывает в серии про воспитание картмана с сизером миланом в какой-то момент она сыну которого она считает актером поставила диагноз птср посттравматический стресс и стресс и синдром ну помимо того что человек никогда в жизни не открывал дсм и вообще не знает что это что такое птср птсд что в общем не тайна то есть можно хотя бы google открыть у нас к сожалению это частая ситуация в топе жжа шивается один большой специалист по нарциссам даже книжку на эту тему издала и этот специалист по нарциссам никогда в жизни не открывал дсм и не смотрел как диагностируется нарктическое расстройство личности когда я на это указал там был момент в общем он тут же забанил то есть уровень вот примерно такой образование в этой сфере дело даже не в том что у человека одновременно в голове укладывается что это актер но она его диагностировала как птср то есть либо либо на то есть тут не может быть двух вариантов я думаю что можно предположить что человек поскольку он работает в медицине как я понимаю насколько я выяснил работал уже это наверное главное открытие сейчас расскажу видимо человек хотел быть кем-то вот в этой области там возможно тянулся за кем-то из родственников потому что там родственник судя по всему есть более образованный в этой сфере может быть мечтал стать каким-то там психиатром или психотерапевтом но не стал и теперь так сказать довольствуется тем что видимо листал книжки которые родственник из института приносил и вот теперь ставят диагнозы всем короче говоря еще несколько моментов вы можете сами увидеть я сейчас на экране держу такую микс из всего что человек написал там я выделю кружками места на которые я лично призываю обратить внимание на которые сам обращаю внимание какой-то момент когда меня это уже порядком то сказать утомило мне все-таки заинтересовало но у меня сложилось некое мнение о человеке на то есть я другой стороны чем я лучше других я тоже могу проективно да это все транслировать откуда я все это знаю ну да может быть из предыдущего опыта общения с подобными людьми но все-таки было любопытно проверить насколько я угадал я проверил я не могу прям железно сказать что все так прям получилось но хоть человек шифровался но в общем он спалился по полной программе включая место своего проживания вплоть до адреса про адрес я потом спойлер скажу в как-то как предупреждение в конце будет часть про именно как как был запален адрес это в качестве иллюстрации для всех учебной всем кто хочет оставаться на более или менее анонимным я вам продемонстрирую как легко наше время запалить адрес для этого ничего даже писать не нужно так что это будет лишняя причина почему нужно безопасно вести себя в интернете владимир к тебе это в том числе относится в общем главное открытие это не дама среднего возраста и не недавно разведенная человеку больше 50 лет то есть он на грани пенсионного возраста или может быть даже какой-нибудь уже вступил в пенсионный возраст если это льготные в профессии с одной стороны удивлен с другой стороны помню что один из преподавателей у сына в школе хвасталась что она под чужим ником под ником одного из одноклассников заходила в сообщество где тусовались ученики ее классов и рассказать смотрела что и как они обсуждают про школу между собой так далее ее это забавляло то есть я вижу что это явление существует и ученикам школы в том числе нужно иметь это в виду то что вы знаете имя человека который просит к вам в друзья еще не значит что вы знаете кто к вам просит на самом деле а дальше картина получилась настолько типичная что даже это прям даже смущает честно говоря мне даже немножко жалко этого человека во первых конечно имя и ник многие из нас выбирают там ники или прозвище которые чем-то отзываются из прочитанной нами литературы из кино там не знаю из музыкальных произведений тут человек тоже отличился и назвался именем одной из героинь такого самого дешевейшего бульварного романа вот именно такого романа про который джордан питерсон рассказывает помните там про пять типов мужчин от которых женщины которых женщины больше всего хотят согласно от этому жанру harley queen romance это прямо вот один в один проблема в том что имя настолько редкое что во всем в рунете может быть два или три человека только там назвались себя таким именем либо собак своих назвали такое тоже встречается далее будучи плюс-минус пенсионного возраста дама запоями профессионально играет в одну из очень популярных ролевых игр такие игры куда там собирается толпа то есть их таких целая группа они иногда считаются сотнями они что-то делают причем делают ночью полно видно активности которые происходят в промежутке между двенадцатью ночи и четырьмя утра это обычное дело обычно когда говорят игроман там или там инфантил при все представляют такого подростка нечесанного который сидит там ночью значит за пультом какой-нибудь playstation и вот режется нет игроманы и люди которые уходят вот в эту виртуальщину это вовсе не обязательно подростки мужского пола это могут быть пенсионеры женского пола у человека явные проблемы с внешним видом но вы можете догадаться да как выглядит в 50 с лишним лет человек который в общем к спорту никогда в жизни отношения не имел я даже не буду сюда даже с затертым лицом фотографии вставлять представьте среднюю продавщицу магазина которую разделе там а ей 50 лет вот поймете как она выглядит человек знает об этой своей проблеме и в комментариях собственного фото обсуждает это я сейчас вставлю сюда цитату вот посмотрите это так сказать человека сам себя оценивает довольно трезво но мне здесь важно не этот я цитату не для этого привожу чтобы над ним посмеяться я хочу показать что у человека есть больное место и это больное место естественно обязательно отразилось в его проекции обвожу на экране хоть он никогда не видел там меня в глаза там да и тем более не видел сына в глаза она спроецировала собственные проблемы причем сразу с рекомендациями что нужно делать то есть как нужно есть как себя вести то есть она и это готова рекомендовать но тут опять ключ в том что нужно понимать когда человек такое говорит не знаю ничего он говорит о себе он сообщает вам информацию вот почему так важно смотреть что и как ваши потенциальные знакомые обоих полов между прочим что и как они делают в социальных сетях как они общаются с людьми в том числе с посторонними людьми это имеет значение я не уверен что например родственники которые тоже естественно засветились там через кросс ссылки что родственники этой героини знают что она ведет себя подобным образом хотя другой стороны если она когда-нибудь была на лечении реальном может быть и знают может быть если им отправить ссылку и показать смотрите как вам это вот ваша там родственница вот так вот пишет возможно они скажут типа ну да мы в курсе вы же видите что человек не очень нормальный но не связывайтесь с ним он там состоял на лечении может быть они так скажут но могут удивиться что они никогда такого не видели и вообще не поверят скажет не он писал это вы все выдумали это будет явление отрицания по кублерос между прочим вот чего я не увидел но ожидал увидите принципе не удивился бы если бы на компе домашнем у дома оказалось хоть и даже марка компьютера спалена то есть я даже знаю как комп выглядит и какой марки кошки естественно ну как могло оказаться без кошек да это шаблонное мышление но тут никуда не денешься до кошки и не одна детей нет мужчины нет кошки компьютерные игры в одноклассниках вид такой что фотографию стесняется загрузить в интернет даже родственникам показать вот короткий расклад с чем имеем дело так вот про тему которую я ожидал увидеть но не увидел возможно она есть на домашнем компе я сталкивался с такими дамами в реальной жизни они правда были сильно моложе у них у всех популярно такое явление как увлечение японскими мультфильмами особой направленности если вы когда-нибудь касались там манги аниме и так далее знаете что там множество поджанров иногда на очень специфические запросы есть целая серия жанров ориентирована на розовых девочек там самая мягкая из них это там sailor moon которые с вырезанными сценами даже шла по центральную телевидение какой-то момент есть более жесткие направления есть такое направление как называется как я ой я ой это манга про отношения мужчин либо там они равного возраста либо один сильно старше другой сильно младше и те кто этим вопросом не интересовался могут подумать что ну видимо вот популярность я ой а там в японии и туда куда он докатывается обусловлено тем что много голубых и они вот увлекаются этой тематикой типа что это мультик голубых оказывается нет оказывается я ой эта тема которая популярна именно в среде гомосексуальных женщин почему у них такое влечение к этой теме что они находят ним привлекательного этот вопрос наверно уже к специалистам я здесь темы не владею но учитывая неоднократные вот эти посылы про гомосексуальность я бы сделал ставку на то что на компьютере там дома должно быть что-то из этой тематики либо из чисто розовые там аля sailor moon и пожестче чем sailor moon либо что-нибудь я ой на и потому что все эти фантазии находят свое выражение естественно да просто как бы ну в реальной жизни от выражается вот в таких вот обвинениях в проекции на кого-то в приватной жизни эти люди сказать разыгрывают свои фантазии и мультфильмы в этом большое подспорье как бы и ладно бы с ними ничего особенного ну мало ли всем нравятся разные единственная причина почему не может не быть их этих мультфильмов это либо она них не знает вообще либо у нее не хватает технических скиллов чтобы достать такое видео потому что ну такое видео не лежит в открытую в интернете да нужно уметь его взять нужно владеть там торрентами там торами и пиенами и так далее все это скорее всего далеко выходит за возможности медицинского работника на пенсии если бы она знала что это существует и где она находится я думаю что она бы туда закопалась головой но конечно такие вещи человек не показывает социальных сетях даже своим родственникам обычно считайте что это моя проекция ну и наконец обещанный бонус как человек запалил свое физическое расположение на этом несчастном куцом канале одно единственное видео снято вертикально на мобильник и видео это показывает репетицию парада этого года кто не в курсе то репетиция парада была ее можно было наблюдать воздушный парад я конечно имею ввиду 9 мая репетиция была накануне но из-за того что погодные условия испортились то реального парада не состоялось как человек живущий в москве я конечно примерно представляю себе как проходит маршрут этих самолетов пролетающих и первым моим мнением было что человек запалил свой район где он ходил в школу школу человек естественно запалил тоже потому что ну понятно социальных сетях запалено все школы в районе таганки где-то но мне опять же стало любопытно проверить насколько я догадался и узнал район так вот что я сделал взял то самое видео и один из инструментов в онлайне который позволяет конвертировать видео в панорамную фотографию если нет инструмента под руками это можно вообще ручную сделать просто нарезать кадров которые стыкуются да там и сшить любым сшивателем какой-то найдете получилась вот такая вот кривенькая панорама она с искажениями все такое а дальше стал вопрос а сможет ли современный поиск по картинкам найти этот объект именно такой вид и удивитесь на буквально в там в два-три клика там на второй странице оказалось что да можно не только лица искать можно искать и пейзажи москва вся отснята вдоль и поперек и дело не в том там есть живая камера нет живой камеры все отснято в огромном количестве как бы вид нашелся осталось немножко скорректировать дом и вот как видите проверить на google maps и на яндекс мэпс совпадает ли вид противоположного дома с тем что видно на этом видео и совпадает и вот вам реальные адреса а если посмотреть теперь с какой высоты делается съемка то практически можно найти даже конкретное окно откуда происходила запись так что будьте аккуратны выкладывание видео даже таких малозначащих как пролетающий по небу самолет но главный урок конечно который нужно извлечь из этого кейса нужно верить тем рекомендациям которые дает доктор в таро пал матье к большому сожалению она и дает на английском языке нее целая серия публикации текстовых аудио и видео которые называются общей темой say goodbye to crazy скажите прощай чокнутым первая фраза который человек себя заявляет в общем то вполне четко давала представление о том кто пришел какого типа личности что примерно она будет сейчас говорить и писать и тратить время на таких людей не нужно не стоит это высасывает время силы и не приносит никакого результата намного хуже конечно столкнуться с таким человеком в реальной жизни не дай бог в личных отношениях это вот знаки которые нужно по возможности распознавать как можно раньше не помню кто из еврейских деятелей после второй мировой сказал что на будущее если вас обещают убить верьте вот перенося эту мысль на отношения если человек обещает вести себя как чокнутый верьте ему сэкономить себе много времени много сил и сможете применить их на что-то более полезное всем пока удачи и желаю чтобы вас такие персонажи по жизни не встречались ни в реальном мире не виртуальном счастливо